Всем привет! Сегодня решил снять очередное видео. Я максимально неожиданно для себя оказался на даче вчера ночью. С собой у меня не было, конечно, велосипеда. Сейчас я еду на велосипеде жены. И это, я считаю, идеальный хардтейл для большинства людей вообще. Почему он идеальный, я расскажу. Хотя я про этот велосипед снимал уже выпуск. Но это было давно, он собрал не очень много просмотров. Может быть, канал тогда был не столь популярный. Может быть, велик оказался не очень популярным. Но, тем не менее, я считаю, не перестаю считать, что данный байк, данная сборка велосипеда является вообще идеальной просто. Но об этом чуть позже. О чем я решил сегодня поговорить. О такой замечательной компании, как Лесопед. Сейчас объясню, почему. К нам в магазин достаточно часто приходят родители, которые подбирают велосипед своему ребенку. И задают вопрос, а у вас есть Лесопед? Ну, о такой компании я, конечно, слышал. Но вживую их ни разу не видел. Надо будет съездить посмотреть. И нам стало интересно, что же такое этот Лесопед? Почему он такой популярный? Ну, естественно, все говорят, что он очень легкий. Для ребенка нужен максимально легкий велосипед. Ну, это заблуждение, конечно. Да, я понимаю, там, стальной стелс, который весит 15 килограмм, для ребенка это не лучший вариант. Но детский велосипед на 20-х колесах, например, весом 7-8 килограмм, это абсолютно нормальный вес. Важны его технические характеристики и геометрия. Ну, опустим этот момент, потому что техническая составляющая по факту мало кого волнует. И большинству родителей, конечно, важно, сколько велосипед стоит. Но вот есть родители, которые заморачиваются весом. И мы начали смотреть, значит, на сайте, что же такое Лесопеды. И, честно говоря, нас, как продавцов хороших велосипедов, действительно, у нас там детские кананделлы, это вообще вне конкуренции, ужаснула цена этих Лесопедов. Совершенно непонятно, чем она обоснована. И у нас есть такой бренд Karatek. У них есть серия детских подростковых велосипедов. Называется Bo. Это одни из самых легких велосипедов на рынке. Причем они с Лесопедом имеют практически одинаковый вес. Хотя мне кажется, что Лесопед немножко лукавит. И занижает вес на сайте. Ну, ладно. Не пойман, не вор, что называется. Так вот, эти Karatek bow стоят на 10-15 тысяч дешевле, чем Лесопеды. При этом они абсолютно не уступают по характеристикам этим Лесопедам. И стоят дешевле. Ну, друзья, я не понимаю, в чем прикол, почему Лесопед возомнил себя таким каким-то мегабрендом. И, собственно, я хочу обратить ваше внимание на Karatek bow. Если вы подбираете своему ребенку велосипед, там 16-е, 20-е колеса, то, конечно, обращайте внимание именно на Karatek или Cannondale. Китсквик, великолепнейшая серия у Канандейла. Такое водное препятствие преодолеваем. И еще один момент, про который я хотел сказать, что Лесопед полностью копирует раму Karatek. Ну, как так получилось, я не знаю. В подъем, я, наверное, дальше не заеду. Такая вот дорога. О-о-о-о. Слушай, ну тут дорога только для Фабио Вибмера или Брумотти. Я, конечно, на такое не способен. Придется идти пешком. Преодолел я вот эту великолепную дорогу. Дорогу въехал в коттеджный поселок, в котором все улицы называются в честь спортсменов. Тут вот сейчас еду по улице Валерия Харламова. Там есть Алина Кабаевой, еще кого-то не помню. Не знаю, почему. Может быть, тут какой-то спортсмен живет или жил, или даже несколько проживает сейчас. Ну, неважно. Вернемся к велосипедам. Еще один момент, про который я давно хочу сказать. Это касается велосипедов, которые на втулках с насыпными подшипниками. Так называемые шарики. Вот. Вчера собирал детский канондейл на 20-х колесах. Достал его из коробки. Проверяю колесо. И, конечно же, конусы перетянуты абсолютно. Я, значит, ну пошел, отрегулировал конус. Все стало крутиться. Но, к сожалению, это, или к счастью, не знаю. В принципе, не входит в обязанности продавца. Просто я это умею и знаю, как делать. Поэтому я сделал. Стараюсь на детских велосипедах всегда проверять затяжку конусов. Потому что ребенок-то не виноват в том, что никто этого не сделал. А на заводе перетянули. Ну вот. И если вы покупаете любой велосипед, 10 тысяч рублей он стоит, 20, 120. Если у него на шариках втулки. Обратитесь к мастеру, дайте тысячу рублей. Не пожалейте. Он настроит вам. И все будет у вас хорошо. Будут они служить долго. В случае с ребенком у велосипеда будет хороший накат. А так получается, что вы пили велосипед, покатались в сезон, втулки умерли. И потом вы попадаете на ремонт, на замену, до дополнительной деньги. И никто в этом не виноват. Ни магазин, ни продавец, ни завод. Ну, просто так собирают. Да, и продавцы в любом веломагазине, они собирают велосипед из коробки просто, чтобы у него переключались передачи, были затянуты все болты. И тормоза нормально работали, да. Потому что, ну, во-первых, физически невозможно каждый велосипед отрегулировать. Ну, и за это никто не платит просто. Да? Поэтому, друзья, рекомендую вам обратить внимание на такую услугу. Просто если в магазине, в котором вы покупаете велосипед, нет механика, значит, после покупки сразу в любую веломастерскую, ну, это не будет стоить максимально дорого. Если вы по какой-то причине сейчас будете писать, что как так? Магазин должен там, велосипед я же покупаю, он должен быть настроен, отрегулирован. Друзья, ну, с этими вопросами, пожалуйста, куда-нибудь в другое место обращайтесь, потому что, ну, вы говорите, если честно, полную ерунду. Вот. Посмотрите канал Леха Псков, где он собирает велосипеды из коробки, что нужно делать с велосипедом, который приехал с завода, и все поймете сами. Я ничего не придумываю, а вообще, конечно, идеальный случай абсолютно любой велосипед отдавать на сборку в веломастерские или веломеханику, где он все смажет, проверит затяжку всех узлов, отрегулирует и будете вы ездить счастливо и долго, потому что, ну, действительно, на обидно, платишь 50, 60, там, 8, 100 тысяч рублей, и потом с велосипедом что-то происходит, да, здесь у вас на этапе покупки уже все выявлены будут проблемы и решены. То же самое касается абсолютно всех воздушных вилок. нужно их перебирать, убирать заводскую смазку, переводить на нормальную. Сколько раз мы уже сталкивались с тем, что вроде, вот, особенно касается вилок Сантуру, XCR, вот, дешевых, да, и даже более дорогих, вроде она работает, но что-то не то. Пересобираешь ее на нормальной смазке и начинает она работать уже совершенно по-другому. не пожалеете денег, 2-3 тысячи рублей вообще за полную сборку велосипеда не такие большие деньги, которые стоит как-то экономить, да, лучше себе крылья не купите, потом когда-нибудь еще что-то не купите, но закажите платную сборку у механика, ну, это я вот возвращаюсь к детским велосипедам, что даже такой мега-бренд как Cannondale с их там УТК, ИСО и всеми другими стандартами не может контролировать абсолютно все процессы, да, там, затяжку втулок, ну, это нормально, это нормально, а по поводу лесопеда еще раз, если вы задумываетесь над покупкой лесопеда, обратите внимание на каратэк серию Боу, и если есть возможность, ну, если они еще остались в продаже, это конечно Cannondale Kidsquick, это я действительно считаю лучшими детскими подростковыми велосипедами, потому что Cannondale это, пожалуй, единственная компания, которая не использует трещотки на абсолютно любых велосипедах, то есть если там стоит 7-е скоростная трансмиссия, то будет стоять кассета, вот настолько ребята заморачиваются и понимают, что нужно велосипедистам, вот, так что друзья, я уже почти приехал в Обнинск, настало время с вами прощаться, надеюсь, вы подчеркнули какую-то полезную информацию из моего повествования, катайтесь на велосипедах, наслаждайтесь летом, получайте кайф, подписывайтесь на канал Спорт Клик, на канал Байк Бразерс велосообщество 18 июня мы едем на уникальную кросс-контрейную гонку, которую сможет проехать даже моя дочь, там расстояние будет меньше километра, надеюсь я вас заинтриговал, все, друзья, всем пока! Субтитры